В Ленинском районе и всей Московской области отопительный сезон уже начался. Здесь же работы по замене отопительной системы в самом разгаре. Более полутора лет в городке Петровское проходит масштабная реконструкция, и в ходе нее неизменно проявляются все новые и новые проблемы в жилом фонде. Замена системы отопления в доме 54 – одна из них. Данный вид работы не был включен изначально в программу капитального ремонта как таковой. Усилениями администрации в 2016 году были поданы дополнительные сведения на корректировку программы, которая претерпела изменения в начале этого года. Ремонт для этого строения, которому без малого 60 лет – жизненная необходимость. Каждый год начало отопительного сезона воспринималось многими жильцами дома не как благо, а как стихийное бедствие. Батареи у нас рвало на первых этажах, каждый год по два-три раза, и батареи и трубу под полом рвало. Да, сейчас тяжело, но потом я надеюсь, что мы уже перестанем мучиться с этими трубами и с этими ремонтами бесконечными. Татьяна Васильевна Морозова живет на третьем этаже. Она сделала ремонт в квартире, в том числе труб и радиаторов отопления. А потому таких проблем, как у жителей нижних этажей, у нее нет. Тем не менее, к ремонту Татьяна Васильевна относится с пониманием – не устраивают только сроки. Ждем долго, сидим дома, грязь, какие неудобства, и холод. А сколько по времени уже продолжается? Ну, больше месяца. В отличие от Татьяны Васильевны, поначалу не все жители дома проявили сознательность. Работы по ремонту системы отопления начались еще летом, но помешали их проведению сами граждане. Компромисс был найден, а время упущено. Жильцы не давали добро на вскрытие полов. У них был хороший ремонт, они не хотели портить его. Но договорились, присутствие администрации. Будут вскрыты полы, будет нарушена целостность покрытия, будь то ламинат или линолеум, это будет восстановлено за счет подрядчика. Вскрытие полов, где проложены трубы, только часть проблемы с заменой системы отопления. Она создана по стандартам 60-летней давности, и привести ее в соответствие с сегодняшними требованиями оказалась задача не из легких. Но самое сложное уже позади. Тепло есть во всех квартирах, но по одному, по два радиатора пока не работают. Завершение работ планируется 27-го числа к вечеру. Таким образом, уже завтра работы по установке отопительной системы будут закончены. Еще некоторое время потребуется, чтобы навести порядок в квартирах. И после этого жители навсегда забудут о проблемах с обогревом жилья. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.